кто у нас там так поет-то громко молодежь молодежь так меня сейчас на работу заходила смотрела сегодня похороны этого мальчика были филипп до 16-летнего которого забили насмерть 15 беженцев арабы были или кто я не знаю не имеет значения короче 15 ублюдков забили мальчика мальчик был с верующей семьи сейчас смотрела похороны приезжал туда я вот его фанат как асеншталь которая выступает против от этого правительства защиту детей он прямо рет я просто его обожаю он уже столько лет с этим всем борется ну правда его никто не слышит и выступает и на телевидении везде против этого всего и понимаете вот эти дебильные законы которые приняты были после войны они до сих пор у нас еще действует вот эти вот законы их никто не менял с того времени понимаете он хочет добиться потому что его час смотрела выступления на этих похоронах говорит это уже мои десятые похороны где вот я хороню вот ребенка которая вот действительно пострадал от такого и он орет прям орет всегда но он не может докричаться понимаете вот эта вся семья сегодня хоронила вот этого ребенка и вот сейчас настало то время я помню где была война в сирии по моему принимали беженцев и у меня немцы спрашивали что я думаю по этому поводу я бы вот так если будут принимать да не привыряя ничего я говорю вы будете вечером бояться выходить по улице ходить и действительно и она так произошло они никто вечером теперь не выходит мало того что днем это получается до вечером они вообще не выходят то время когда они раньше могли просто с открытыми дверями спать все настало то время когда ты реально боишься отпустить ребенка на улицу потому что не знаю что он придет или нет понимаете вот что вот он один сделал эти 15 подонкам вот что он сделал что вот и понимаете он же не они теперь они ничего не будет за это им ничего не будет они же они же школьники это же самое было что с моим сыном до 3 ублюдка его избили и им ничего за это не будет и не было просто вот суд божий будет и все а по закону им ничего не будет ну конечно у них потом там и пошло все потому что знаете бог не фраер шельму метит и и пойдет еще понимаете а еще ведь у них когда-нибудь будут дети у них когда-нибудь же будут свои дети эти дети могут ответить за это так и вот эти они его убили ну что им будет ну он же скончался от кровопотери понимаете в больнице там уже сколько дней прошло там сколько два дня он в коме лежал или чё он же не от попоев просто от кровопотери поймете настолько дебилами быть и ничего им не будет несовершеннолетний ничего не будет бей ходи вон средь бела дня лупили пацана средь бела дня пока женщина турчанка одна вот там не начала кричать и забили бы забили потому что наркоманы херовы их же никто не контролирует они же детки а мамаши у них такие же припиздошенны и ты отпускаешь ребенка ты не следишь а где она будет следить где она будет следить если папаша свалил отсюда потому что его должны были тоже посадить он свалил быстренько оставил ее с детками ну и детки пошли и она тогда приехала и разговаривает не может быть не может быть я бы как не может быть блядь ну вот вот оно потом а тут был другой чеченец этот русскоговорящий тут чеченец короче был типа русский немец и значит вот он больше не будет с ним дружить я говорю будет не будет он с ним общаться я влюбую то он с ним общаться на следующий же день пожалуйста он сидит на том же месте с этим же другом где ты мама я говорю вот есть мамы квочки а есть мамы курицы есть мамы курицы которым по херу они ищут там где-то по размерам себе хвост подняла и вперед а то что он на улице делает она за это не отвечает и я тогда сказала говорит я особо-то не переживай я-то понимала что им ничего не будет но горю просто вот так нервишечки эти подпорчу и заявление все равно написала да двоих мы нашли сами же нашли третьего мы не нашли искать естественно никто не стал также и с этим ничего не будет ничего не будет просто надеется вот на бога и что бог вот он все равно накажет куда вы сейчас идут его друзья несут этот гроб родители еле идут плачут похер это нормально сейчас это сейчас нормально как бы не страшно это не звучало это сейчас нормально оказывается ты можешь идти ты же несовершеннолетний да без это ничего не будет давай иди убивай я так говорю вот он он приехал тоже на эти похороны и там вот речь свою говорил и он везде на всех медиа везде одно и то же орет орет обратите внимание наши дети в опасности обратите он против этих моббингов вот этого всего обратите внимание ну хера если некоторые родители даже на это не обращает внимание чё ты ты кто родителям некоторым похер понимаете у кого-то в приоритете вот это вот мужики у кого-то бабло немереное и вот из-за этого всего им вообще они идут по головам своих детей понимаете понимаете они они заставляют детей врать они потом оправдывают их враньё это сплошь и рядом это ладно если где-то там далеко было это вот тут вокруг меня вот это вот все вертится я говорю я не понимаю разговаривали тоже с матерью шефа она горит сейчас все в телефонах а она говорит просто говорит нам родители читали книжки и говорит наши дети читали книжки а им видать родители не читали книжки своими делами были заняты и они сейчас все в телефонах вот эту хрень все смотрят и вот это вот воплощает в жизни все вот это вот сколько вот ходят с этими пистолетами сосисли с этим всем и считает что это так и знаете игра ну застрелил а у нас сейчас как в игре встанет оживет и дальше побежит там все же атрофировано у них все психологи говорят все с этими телефонами у людей у детей но мышление вообще атрофируется у них фантазия пропадает это не то что у нас вы вышли на улицу играть мы находим какие-то игры какие-то развлечения этих выпустив все и телефон забери писец приехали куда приехали сам не знаю ну и вот очередной мальчик очередной ребенок похоронен и я-то мозгами понимаешь что будет все хуже телефон зазвонил и сбил меня потом я взяла этот продукт внесла в киллер морозилку ну короче о чем я о том что я вот своих детей до школа начиналась у них раньше чем у меня работа я своих детей до последнего класса возила на машине все вот они такие здоровые что ты их возишь смысле у меня есть свободное время у меня есть машина под жопой погода ночью ой ночью в темень при любой погоде зимой блин я лежу на диване они идут в школу когда я могу встать и отвезти детей в школу мне кажется ничего мне не отвалится если честно не отвалилась я воде возила детей до последнего в школу возила и забирала и ничего со мной не сделалось поэтому я думаю ничего страшного да если там каких-то 15 минут мне потратиться я хоть была за них спокойно я отвезла сама привезла внешне большую часть то что себе дети так ведут зависит от родителей общества до в котором он вращается опыту набирается но родители должны все равно контролировать как-то хоть вот это вот никаких духовных ценностей у детей нету ничего абсолютно родители абсолютно их не контролируют я не знаю вот нельзя быть строгим нельзя не то нельзя это все можно я тоже своими детьми где-то была строгая но я их приучила так что они мне рассказывали все извините меня в 14 лет моего ребенка по подъездам никто не таскал мне ребенок 18 лет пришел и честно сказал все мам пойдем со мной к врачу что начала дружить с мальчиком и соседей в подъездах ее не видели как ее там таскают простите а есть такие которых действительно а их мама будет усираться до последнего нет мой ребенок ангел он не способен так если ты не знаешь чем он дышит как ты можешь я понимаю ты будешь до последнего стоять за этого ангела но ты же немножко иногда вникай вот вот сколько я замечала да женщины которые вот поздно рожают они или прям трясутся или прям все им в одно место засовывают что те идут блин на беспределы ну короче надо рожать всем свое время когда у тебя есть энергия и силы воспитывать этого ребенка а когда уже нет то там и получается что такое непонятное поэтому не знаю у меня дети пока учили в школе они например мне никакие компьютерные приставки ничего в такие дни не играли скажут о ну что тут только выходные каникулы никакого телевизора занимайтесь чем хотите рисуйте читайте играйте что хотите телевизор вот это говнище то что там показывают вы еще успеете а на то время когда вы учитесь получаете знания но опять же хочу сказать да у нас бромергафене по статистике короче самые тупые дети по школам как бы не прискорбно это звучало по статистике по германии самые тупенькие почему то говорят учителей не хватает то еще чего то не учатся они здесь такое образование которое нам давали в советском союзе и требовали с нас здесь нет этого у меня ребенок например у меня николь за 10 лет ни разу стих наизусть не выучивала ни разу потому что не задавали а когда вам так а когда девочки нам давали диктант на дом чтобы мы три дня подготовились потом писали никогда а здесь так делают надо дебилом надо быть чтобы выучить за три дня не выучить вернее и не написать вот хотела сказать да вот эти вот все ситуации накаляются все больше и больше у меня вот например соседка она со старшим сыном и собачкой ходит сейчас уже нет девочка купила машину ездить на машине а так она ходила ее со второй смены встречала она работает в больнице ходила встречала также николь мне говорит мама я когда вечером иду и человек идет на встречу я уже как будто на готове вдруг у него что-то плохое на уме такая вообще неблагополучная а есть район у нас целый туда ближе к порту что там немцы практически не живут в основном вот беженцы с разных стран и там я бы боялась ходить вечером короче говоря пока наш дебил маразматик с пулей в голове ездит по Америкам выпрашивает помощь денежную на чужие страны а на свою похерил тут вот такое происходит некому взяться за эти законы тупорылые некому а те кто хочет за это взяться и об этом говорит их просто не допускает к власти все проплачено все про прикормлены и ой как свое мягкое сидушку то отдавать не хотят поэтому я говорю я уже это видела в девяностых и вот сейчас лицезрею то же самое один в один что она начинает потихоньку идти до об этом уже все говорят не только я когда об этом говорила мне писали да что ты такая ненормальная да никогда никогда здесь не будет не будет а почему детей хоронят почему цены поднялись вы же говорили никогда здесь не будет такого значит вы в девяностых не жили и не знаете то что оно повторяется все так оно и будет здесь похерили все на свою страну патриоты в кавычках и все а те кто действительно патриот и хочет чего-то добиться им просто суют палки в колеса и не дают такой возможности действительно встать к власти и навести порядок поддерживают то что ну отрабатывают короче свои американские рублики